Всем привет! Ну вот оно, ребята, то самое первое видео в новом году. Надеюсь, вы хорошо проводите время и отдыхаете. Я вот провела всю прошлую неделю вместе с Перпин, она приезжала ко мне. Но знаете, как это бывает из занятых людей, мы пару дней сидели и работали в одной комнате. Вот так вот, ребят, мы отдыхаем с ней. Бывает. Нам постоянно писали наши спонсоры из Дискорда, типа, что делаете? Мы такие, да, вот мы работаем, а они такие, да, блин, в смысле вы работаете? Она же приехала к тебе на Новый год. Ну, не успели мы сделать просто всю работу. Черт, к слову, Новый год мы тоже отмечали пести, пели пошлые моли, потому что это наш особый мем, если вы ходите на стримы, то знаете почему, как так вообще получилось. И да, в общем, ребят, кстати, с Новым годом вас всех! Ну, а я продолжаю по теме видео. В общем, мы с ней сидели в одной комнате, и я в этот момент как раз-таки и делала вот эту вот камешку. Она не очень сложная, просто я как-то, ну, забыла, у меня не было времени ее доделать, и я вспомнила о ней буквально в день ее приезда, и мы, типа, сидели и ее делали. Мы. Она свою работу делала, если что. И пока я с ней сидела, я вспомнила, как на стримах у нас периодически спрашивают, а заказываем ли мы камешки у других людей. И знаете, сейчас такое время, когда как-то страшно заказывать арты. Почитаешь про то, как художники пропадают из сети на веки вечные после оплаты, удаляют страницы, и становится как-то немножко страшно. Это еще хорошо, что сейчас есть достаточное количество пабликов, которые таких вот кидоков просто сливают, прежде чем взять камешку. Можно просто взять, проверить по имени, узнать, сливали ли художника и все такое. Но знаете, некоторые люди ждут заказы просто годами, и потом им лень писать слив, уже хочется забыть про это поскорее. Так что тоже гарантий как бы особо и нет. Итак, что же было лично у меня? Я заказывала камешки, причем довольно очень много, но это было чуть раньше. Я не из тех людей, кто коллекционирует арты своих собственных персонажей, так что чаще я делала это исключительно ради поддержки любимого художника. Но либо, знаете, было у меня такое сильное желание пару раз, мне просто хотелось увидеть своего персонажа в определенном стиле. Но все же чаще я просто хочу поддержать человека, вот и все. То есть, знаете, это ощущение, когда человек тебе кажется супер-мега-крутым, лампам, хочется как-то его, не знаю, поддержать, но вы с ним особо не дружите, я бы сказала, даже вы не знакомы. И вот, такая вот ситуация. Не знаю, как это объяснить, просто порадовать. Я еще из того типа заказчиков, которые вообще никогда не дают ТЗ, типа, вот тебе персонаж, вот его характер там, удиви меня. Рисуй, что хочешь, с меня минимум правок, я не буду докапываться, просто сделай. И, не знаю, я просто очень люблю сюрпризы, видимо. А когда ты идешь с какой-то целью, и ты знаешь, какой будет арт, это просто не мое, видимо. И чаще я заказывала у каких-то не очень популярных художников, просто потому, что у кратанов заказы закрыты. И когда идет набор, туда просто не пробиться. Ну и подобные, похожие причины. И чаще с такими художниками проблем нет. Конечно, зависит все-таки от самого человека. Понятно, что аудитория не показатель. Но лично меня пока не кидали художники, у которых было не очень много людей. Обычно я без опаски к ним обращаюсь, я не знаю почему, видимо, мой личный опыт на меня сильно повлиял. За то вот у художников с большой аудиторией немножко страшно заказывать. Я обязательно проверяю подобных людей. Бывает такое, что художник может и хороший, и никидок, но из-за большого количества артов может просто забыть про вас. И как-то не хочется, чтобы забыли как-то конкретно про меня. Я вообще довольно нетерпеливый человек, поэтому могу надоесть частыми сообщениями, да и выбираю художников всегда с минимальным дедлайном. Вот настолько я нетерпеливый. Ну вот, как-то я умудрилась вляпаться вот в это. Решила зайти в комиссию крутого художника, и сразу скажу, что это было довольно давно, а не недавно или что-то такое. А у моего персонажа даже рефа нормального не было, и о чем я сообщила, кстати, заранее. Художник сказал, что вроде как все окей, и проблем не возникнет, хотя я ему там, типа, предлагала доплату, все такое. Ну, сделала ему какую-то более-менее нормальную палитру там, расписала все, что было плохо видно, оплатила, и пошла довольная ждать свою картинку. Дедлайн там был, кажется, две недели, и я написала через неделю, он сказал, что не начал, я сказала, типа, окей, а по истечению второй я уже оказался в ЧС. История не такая короткая, если что, как могло показаться. Так вот, я была тогда не сильно опытной в этих делах, так что просто очень сильно расстроилась, и не стала делать слив. Я просто не была уверена, что так можно поступить, мало ли что произошло. Хотя, знаете, конечно, стоило бы. Пожаловалась я тогда подруге еще через пару дней на эту ситуацию, и вот она была весьма прошаренной. Она нагуглила, и оказалось, что этот художник работал в одном из пабликов по продаже адоптов и каминшек, и написала как раз-таки администрации. А, в общем, админы оказались адекватными, и сказали, что, в общем-то, выгонят его, если он не отдаст мне долг. Чел мне начал писать, что я такой вот плохой, я ему порчу жизнь, ничего он мне не кидал в ЧС, там из-за уроков не смог вовремя сдать мне арт. Ну, короче, плел полную хрень, не знаю, правда-неправда, мне, в общем-то, было уже неважно. Потому что говорил он больше, чем делал. Арт я ждала еще месяц. И вот когда админы его почти кикнули, он таки отдал мне картинку. Ситуация неприятная, но, честно говоря, на месте администрации я бы не стала держать в команде настолько ненадежного художника, потому что постоянно его подгонять, портить себе репутацию, ну, такое себе. В любом случае, по крайней мере, он задал долг, и мне не пришлось просить возврата денег. Пусть там и сумма была, естественно, не очень большой. Вот как-то с тех пор я почти не брал камешки. Да и сама, если честно, я стараюсь сдавать их пораньше, чтобы не было каких-то проблем, чтобы не сильно задерживать человека. Мой дедлайн обычно две недели, но я стараюсь сделать все за неделю, за полторы. Редко из-за большой занятости все-таки заканчиваю впритык, но пока что я даже ни разу не просирала свой дедлайн. Я горжусь собой, несмотря на то, что вот у меня бывает много работы. Ну что, ребят, какие попытки попадались вам? Я надеюсь, никакие, потому что жаль потраченного времени, конечно, и денег. Если да, такое было. Рассказывайте в комментариях свои ситуации, делитесь опытом, как не наткнуться на такого художника. Всем спасибо за внимание и просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. ВК и инститер, чекайте мой арт. Всех люблю, всех целую, всем отличного дня и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok